Всем привет! Немного о погоде на юге России. Я сейчас имею ввиду Краснодарский край и Республику Крым. Она в крае на полуострове конкретно так шалит. Например, на выходных в Крыму ожидается мороз до минус 10 градусов, а также сильный снег и ветер около 10 метров в секунду. Ночью в Симферополе минус 3, минус 8, днем минус 1, минус 3. В Фобос отметили, что такие температурные показатели являются аномальными для Крыма, но не рекордными. Например, в марте 1945 года в регионе было зафиксировано 18 градусов. Минус 18 градусов, конечно. Ранее в Крыму было объявлено два штурмовых предупреждения из-за снегопада, мороза и усиления ветра. Правда, в воскресенье интенсивность осадков снизится. В основном они пройдут дневные часы и в южных регионах полуострова. При этом морозы не отступят. В ночные часы морозы до минус 5 и 10 днем, в лучшем случае минус 2, плюс 3 градуса. Также сохранится северная и северо-восточная тяга ветров, обеспечивающая поступление новых порций холодного воздуха, полярного происхождения. Вот в Краснодарском крае прогнозируют самую холодную весну за последние 38 лет. Будет снег, температура может опуститься до минус 18 градусов. Новороссийские морозы почти до конца марта, а потепление ожидается только к концу месяца. Первый весенний месяц на Кубани будет близок к температурным рекордам 1985 года. Новороссийские морозы по ночам будут держаться вплоть до 24 марта. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 3-4 градусов. Знаете, вы можете конечно смеяться надо мной, но мне почему-то кажется, что погода как-то что ли связана с войной на Украине. Вот например 24 февраля в день начала так называемой спецоперации в Геленджике была сильная гроза. И так ведь по всей России, например возьмем Архангельск, там сейчас минус 30, в Петербурге минус 10. Это же аномально. Я честно скажу, я не верующий, но может есть все-таки какие-то высшие силы, которые заявляют свой протест против войны. А как вы думаете? А я на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал, колокольчик нажмите. До свидания. Продолжение следует...